Добро пожаловать на наш 4 семинар прославления Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня в этот вечер жаждем твоего лица Яви нам свет твоего лица Спасибо за каждого, кто сейчас в нашем зале Спасибо за каждого, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире в интернете Благослови каждого, кто будет это видеть, кто будет это внимать Дай нам сегодня не просто слушать, но что-то услышать для своей жизни Аллилуйя, аллилуйя И ла-ра-ма-со-ра-брэлла-ра-мандэй О, ма-ла-ра-мэнни, ла-ра-прай Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Ты нужен, 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 нужен не Ты нужен не Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Ты нужен мне больше, чем вчера нуждаюсь тебе. Не могут выразить слова, нуждаюсь тебе, Иисус, Господь, как никогда. Ты нужен мне, ты нужен мне. Иисус, Господь, как никогда. 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 Ты очень нужен мне, а я очень нужен тебе, ой, мы как нужны друг другу. Ты очень нужен мне, ты очень, 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 очень нужен тебе. Иисус, 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 Ты нужен мне, ты очень нужен мне, Иисус. Ты нужен мне, Иисус, очень, 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 очень нужен тебе. Ты очень нужен мне, Иисус, очень, 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 очень нужен мне. Иисус, 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 Аминь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Если нужен Иисус, поднимайся со своего кресла и начинай скакать до потолка и говори мне нужен Иисус. Посмотри на своего соседского. Теперь ты похож немного на поклонника. Наси каталабаха! Аллилуйя! Присаживайтесь, друзья. Огромное спасибо, музыканты, за хороший, свежий отрывочек. Аллилуйя! Сегодня будет удивительный вечер. Вы уже чувствуете, как меняется атмосфера. Когда мы говорим, что Иисус, ты очень нужен мне, то будьте уверены, Иисус в долгу не останется, и Он ответит, и ты тоже очень нужен мне. Если для тебя я дороже денег, если я для тебя дороже, чем служение, если я дороже для тебя, чем все драгоценности земли, ты будешь в моих глазах самой великой драгоценностью. Аминь. Сегодня у нас творческий вечер. И сегодня мы соприкоснемся ко святому святых, ко святилищу. Потому что святилище является творческой лабораторией, где рождаются настоящие хиты, где рождаются настоящие шедевры. Поклонение – это продукт нашего жизненного опыта. Настоящее поклонение, оно не придумано, оно выстрадано, оно пережито. Продукт познания. Осия 6, 6 говорит так. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжения. Поклонение и боговедение – это две стороны одной медали. Бог желает, чтобы каждый поклонник, тот, кто соприкасается к этому серьезнейшему, ответственнейшему служению, он имел глубокий опыт познания Бога. Чтобы он имел глубокий жизненный опыт, духовный опыт. Теоретики не знают, что такое поклонение. Потому что поклонение рождается в недрах благодарного сердца. А наша благодарность есть не что иное, как оценка того, что Бог что-то сделал в нашей жизни. А если Бог что-то делает в нашей жизни, это означает, что мы с Богом в реальных отношениях. Бог желает видеть реальный опыт, потому что вера без дел мертва, и прославление или поклонение, не подтвержденное жизненным опытом – это тоже пустая бутафория и самодеятельность. Псалом 39. Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Боговедение – это, первое, знание, что есть Бог. Знание того, что этот Бог является твоим Богом. Не просто космический Бог или Бог еврейского народа. Это мой персональный Бог. Поэтому я твердо уповаю на Него. Второе. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Боговедение – это не только знание, что есть Бог. Боговедение – это когда ты можешь вопиять к Богу, кричать к Богу в расчете, что Он тебя услышит. Бог услышал вопль мой. Дальше. Между человеком и Богом реальные отношения. Вот это боговедение. Дальше. «Извлек меня из страшного рва и тенистого болота». Жизнь полна превратностей. Сегодня ты наверху, а завтра ты можешь оказаться в болоте. Ты можешь завтра оказаться в трясине. И, друзья, если у тебя есть боговедение, если у тебя есть познание твоего Господа, тебе болото не страшно, тебе львиные рвы не страшны, тебе огненные печи не страшны, потому что тот, кто на небе, он тебя может извлечь из самых глубоких пропастей. Я вопиял к Богу, и Бог услышал меня. И смотрите, и у Бога длинные руки. Если Бог протянет руку, дьявол протянет ноги. Он протянул руку, и туда, куда никакая человеческая рука не могла дотянуться, дотянулась Божья рука. И Он извлек меня из тенистого болота. Бог извлек нас из нищеты, из греха, из наркомании, из пьянства, из оккультизма. Господи, у каждого из нас свое было болото. И мы, как кулики, хвалили свое болото. Но, слава Богу, болото эти все Бог высушил. Он вытащил нас из всякого проклятия. И только во Христе тут новое творение, древнее все прошло, и теперь все новое. Если тебя хоть один раз Господь вытаскивал из болота, прославь Его за это. А если Он тебя два раза вытащил, еще громче прославь Его. Потому что хвала рождается в благодарном сердце. Аминь. Что дальше? Жизненный опыт. Бог вытащил. Он не просто тебя из одного болота вытащил, да в другое поместил. Из одного проклятия, да в другое. Нет. Если Господь вытаскивает из болота, это означает, что Он тебе дает что-то новое. Что? Он вытащил меня из тенистого болота и поставил на камни ноги Мои и утвердил стопы Мои. Что такое болото? Это когда ты не чувствуешь опоры. И тебя засасывает, засасывает трясина. Ты не знаешь. Это страшно, когда нет опоры. А когда Господь взял, поставил ноги твои, и ты чувствуешь крепкое основание. Ноги у тебя сильные. Поставил на камни. И этот краеугольный камень есть не что иное, как наш драгоценный Спаситель Иисус Христос. Жизненный опыт. И что дальше? И вложил в уста Мои новую песню. Хвалы Богу нашему. Сам Бог печется о нас. Он спасает нас. И знает, что мы можем как-то проморгать это и посчитать, что нам просто повезло. А Господь говорит, тебе не повезло, если бы я руку свою не протянул. Нам не просто фартит. У нас не просто карты так легли. Не просто звезды вот так вот сложились. У нас есть реальный Бог, который нас реально спасает. И смотрите, что дальше Бог делает. И вложил в наши уста песню хвалы. Когда рождаются настоящие хиты прославления. Да не тогда, когда ты сидишь в уютно обстроенном кабинете, со всеми наворотами. Слушаешь одних других. Монтируешь. Алхимик творческий. Оттуда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть. Бах-бах. Тяп-ляп. И вот уже хит готов. Кровь-морковь. Твоя любовь, Господь. Аминь. Эй! За путь. Когда тебя Господь вытащил из большой-большой Европы. И поставил ноги твои на камни. И ты понял, кем бы ты был вчера, если бы Бог тебя не спас. Твое сердце клокочет. Чем? Благодарность Богу. Ну как тебя отблагодарить? А Господь говорит, я даже еще тебе песню могу дать. Я знаю точно, когда Бог дает песни. Я точно знаю, когда рождаются хиты, шедевры. Когда ты просто не знаешь, как Бога отблагодарить. Рот открыл. А! И Господь вложил в уста твою новую песнь. Ты вроде мельчал. А! А потом. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Хорошо. Что это означает? Ты нужен очень, очень, очень нужен мне. Ребята, я верю, что сам Бог заинтересован в том, чтобы у нас рождались песни хвалы. Песня хвалы, как благодарность, как увековеченная слава нашему Творцу за то, что Он спасает, хранит и благословляет. И вложил в уста нашу новую песню, песню хвалы. Что за песни святилища? Это песни тех людей, которые были слепы, а теперь не видят. Это песни тех, кто был вчера рабами в Египте, но сегодня они свободны во Христе Иисусе. Это люди, которые были связаны бесами, проклятием, но пришел Иисус, и кого Сын освободит, тот истинно свободен будет, и теперь они свободны. И эту свободу распространяют вокруг себя. Мы за то, чтобы наше творчество было честное. Мы за то, чтобы наше творчество было реальное. Мы за то, чтобы наши песни, они не были придуманы, чтобы наши песни, они были рождены в Боге. Потому что все, что рождается от Бога, оно изменит этот мир и победит. Амин. Второе место я хотел бы зачитать, и мы перейдем от теории к практике. Псалом 41, 9 стих. Днем явит Господь милость свою, а ночью песнь ему у меня – молитва к Богу жизни моей. Днем Господь явит милость свою, а ночью в моем благодарном сердце рождается песня. Для кого? Для Господа. Посмотрите, что мы имеем то, чего бы нам не дал Бог. Все, что у нас есть прекрасного и хорошего – это то, что дал нам Бог. Даже эти песни. Казалось бы, я композитор, я поэт. Забудь, композитор. Авторские права. Забудь! Все авторские права лицензированы у главного композитора. Он вложил в уста твои новую песню, поэтому он автор. Амин. Поэтому все гонорары автору произведения. Амин. Новое поколение – это творческая лаборатория. Здесь так много уникальных, прекрасных, талантливых, одаренных людей. Я благодарю Бога за то, что на самом деле целые россыпи и поэтов, и композиторов, и режиссеров. Столько здесь креатива. Здесь такая творческая энергия. Я так благодарю Бога за то, что на наших глазах растет, цветают как бутоны этот творческий потенциал. Мужчин и женщин, которые любят Господа, которые проходят через эти сложные перипетии жизни. И потом они имеют в Боге глубокий опыт. И этот опыт в Боге отражается в творчестве. Отражается в песнях хвалы. На одном из занятий недавно мы с вами читали, как рождались псалмы у Давида. Когда Бог спас, когда Бог защитил, когда какое-то глубокое переживание Давид перенес. Он писал псалом. Он хотел увековечить свой опыт с Богом. Когда у Анны не было детей, и вот теперь родился этот Самуил, Анна воспела песню, что Бог великий творит чудеса. Я знаю, что жизненный опыт является главным источником вдохновения и творчества. И сегодня я хотел бы представить некоторых уникальных, одаренных, способных людей, благодаря которым в нашем христианском мире сегодня поют известные песни, известные хиты. И может быть даже, исполняя эти песни, мы даже не догадываемся, что автор этой песни рядом с тобой находится. Вы будете удивлены тому, что вот такие популярные, известные, да более известные песни родились в человеческом сердце. И этот человек находится совсем рядом с тобой. Сегодня у нас будет представлять эту галерею талантов, эту галерею хитов. Наши поклонники, люди, у которых есть жизненный опыт, люди, которые свои дары посвятили Господу, и благодаря которым наша коллекция, или наш банк данных, или наш репертуар прославления и поклонения имеет такую многогранность и такое многообразие. В числе первых я хотел бы сейчас представить вам уникального, талантливого, прекрасного человека, которого вы видите на нашей сцене практически каждое служение. Это профессиональный музыкант, бас-гитарист, композитор, отец троих детей, милейшей души человек, которого обожают все дети, потому что он часто играл в сказочные персонажи во время рождественских программ. И кто вы? И кто это, вы думаете? Это Оскар Спрогис! Аширы, я попрошу, пожалуйста, могли бы кафедру куда-то сдвинуть? Пожалуйста, кафедру сдвиньте. Вон туда, поставьте ее просто. Вы посмотрите, прекрасный человек, я бы сказал, ветеран нового поколения. Когда я смотрю кассеты, там, 10-летней давности, 15-летней давности, такой худенький, молодой человек, который так отчаянно работает, который так отдается своему творчеству. И я, вы знаете, всегда шляпу снимаю и всегда выражаю абсолютный и полный респект верным людям. Ты верный человек, ты верный Богу, ты верный Церкви и верный своему творчеству. Спасибо тебе за все эти песни. Я сейчас скажу, какие песни, чтобы вы поняли, что на самом деле это великолепно. Кто знает песню «Слащий меда»? Вам нравится эта песня? Автор этой песни перед вами. Кто из вас знает песню «Жертва Иисуса Христа»? «Я спасен от огня». Эти прекрасные хиты родились в сердце благодарного человека, который пережил очень много в Боге и подарил нам эти прекрасные шедевры, хиты христианского поклонения. Спасибо тебе, Оскар, огромное. Друзья, давайте договоримся, что однажды мы учредим награду Оскар и вручим эту награду Оскар Оскару. И наш Оскар будет вместе с Оскаром. Пожалуйста. Спасибо большое, Оскар, за какое-то представление. Я так не знаю. Мужчон, я больше не знаю, что переделать. В общем, эта песня первая. Самая первая песня, которая вообще у меня родилась, это песня «Слащий меда». Это песня первой любви. Когда я пришел... Какой я пришел? Когда Господь призвал меня, когда Господь спас меня, мое сердце было переполнено любви. Я помню на старом здании ДСР мог часами сидеть при выключенном свете в зале, смотреть на лучи солнца, которые пробивались через дырки штор густых таких. И единственное... Мог долго-долго повторять единственное имя, которое было настолько дорогоценно и не мог остановиться. Это имя Иисус. Мог сидеть просто и говорить «Иисус, Иисус, Иисус, Иисус». И сердце переполнялось любовью и счастьем от того, что Господь меня спас и извлек из глубокого рва. «Иисус, Иисус, 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 Грехи все простил, Путь указал, открыл отца. Сердце мое, Духом святым, Любовь излил. Вечную жизнь ты даровал, Жертвой своей. Сердце мое, Тебе отдаю, Мой Господь. Грехи все простил, Путь указал, открыл отца. Сердце мое, Духом святым, Любовь излил. Вечную жизнь ты даровал, Жертвой своей. Сердце мое, Тебе отдаю, Мой Господь. Сердце мое, Тебе отдаю, Мой Господь. Сердце мое, Слаще меда, Имя Твое Иисус. Кровью своей, Святой, Ты искупил меня. Грехи все простил, Путь указал, открыл отца. Сердце мое, Духом святым, Любовь излил. Вечную жизнь ты даровал, Жертвой своей. Сердце мое, Тебе отдаю, Мой Господь. Сердце мое, Тебе отдаю, Мой Господь. Сердце мое, Тебе отдаю, Мой Господь. Спасибо. Вся слава Господу. Вся слава Тебе, Иисус Драгоценный. Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня, Ранами Иисуса Христа Я исцелен, Нет сомнения. Кровью Иисуса Христа Я омыт от греха. Ранче смерть Иисуса Христа Мне дана жизнь вечная. Благослови душа моя, Господа. И вся внутренность Твоя, Святое имя Его. Благослови душа моя, Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня, Ранами Иисуса Христа Я исцелен, Нет сомнения. Кровью Иисуса Христа Я омыт от греха. Через смерть Иисуса Христа Мне дана жизнь вечная. Благослови душа моя, Господа. И вся внутренность Твоя, Святое имя Его. Благослови душа моя, Господа. Благослови душа моей, Господа. Не боли душа мой, Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Я спасён, я исцелён, я омыт, записан в книге жизни. Я спасён, я исцелён, я омыт, записан в книге жизни. Жизнь на небесах, я спасён. Эй! Спасибо огромное. Слава Господу. Оскар, огромное тебе спасибо. Давайте будем чаще просить нашего уважаемого брата. Смотрите, у него голос сохранился. Почаще выступать. Сольными концертами поклонения. Я получил невероятное удовольствие. Спасибо за честность, за искренность. Спасибо, дорогой. Большие аплодисменты. И сейчас я хочу пригласить на сцену ещё одного очень уникального, одарённого человека. Что он только не может делать. То, чем обладает этот человек, могло бы хватить на троих. Он отличный дизайнер. Он прекрасный администратор. Он участвует непосредственно в строительстве сцен, которые мы во время конференции городим в спортивном манеже. И каждая новая сцена – это шедевр. Цитирую Ансел Мамадабук. Что на самом деле великая красота. И в то же время этот скромный человек пишет песни. И песни, которые становятся хитами. Они просто вот как вот дождь сходит с неба. Так эта песня приходит в каждую церковь и все поют. Я думаю, мало кто не знает такой хит, как «Милости Твоей». Полна вся земля. И этой песни тоже полна вся земля. Зайдите в любую церковь и скажите, какая христианская церковь не исполняет такой великий, прекрасный гимн «Милости Твоей полна вся земля». Но мало кто знает, кто является автором этой песни. И вы, наверное, уже догадываетесь, о ком идет речь. Я приглашаю с вашего позволения на сцену Марк Яковлев. Добрый вечер. Знаете, на самом деле, так приятно видеть каждого из вас, так приятно знать, что то, что Бог дает нам эти таланты, эти дары, они должны быть посвящены Богу. И когда я думал о том, что я могу в двух словах сказать о рождении песен, вы знаете, я думаю, что вначале, конечно, мы должны реализовать наши таланты. У вас ведь есть таланты, правда же? Вы знаете об этом. У вас их очень много. Но не всегда мы верим в свои таланты, не всегда мы готовы высвободить их. И когда мы делаем это, когда мы делаем это смело, не боимся критики, не боимся ошибок, и начинаем творить. И однажды Бог приходит, и ты ощущаешь, что эксперименты заканчиваются, и начинается серьезное творчество. Как родилась эта песня «Милости Твоей»? Я думаю, что я не единственный на этом месте, кто благодарен Богу за Его милость. Амин. И просто однажды, вы, наверное, догадываетесь, в какие моменты могут рождаться такие песни, когда ты ощущаешь себя настолько благодарным Богу за то, что Он вместо суда, вместо наказания, Он говорит, я просто милую тебя, потому что я Бог милосердный. И ты просто сокрушаешься перед Богом, говоришь, Бог, ну чем возблагодарить тебя? Ты простил меня. Ты освободил меня от вины. Ведь мир полон виновных людей. И никто не может снять с них вину. Но Бог освобождает от вины. Воздайте Богу славу. Он виновных делает невиновными. Виновными. Именно поэтому родилась эта песня. Это был просто, знаете, это был не крик души, это были слезы души. Это был просто где-то... Я просто сокрушался, я благодарил Бога. Поклонялся Богу и... Я скажу честно, я не ожидал, что эта песня станет хитом. Я не ожидал, я понятия не имел о том, что она станет хитом. Я просто написал ее и поклонялся Богу. Поэтому не пишите хиты, пишите просто от сердца. А станет ли песня хитом, это уже Божье дело. Поэтому у меня сегодня нет задачи писать хиты. Я хочу просто поклоняться Богу и все. Мы будем исполнять эту песню. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за Твою милость. Аллилуйя. Вы знаете, вы можете петь ее вместе со мной сейчас. Слава Тебе, Господь, за то, что однажды Ты простил наши грехи. И Ты это делаешь так часто в нашей жизни, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твою великую милость. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом. Возлюбил меня и ввел в свой дом. Давайте еще раз споем. Возлюбил меня и ввел в свой дом. Возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня. Ты спас меня. Ты спас меня. И я правда освободил от вины. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом. Возлюбил меня и ввел в свой дом. Возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня. Ты спас меня. Милость本当. Освободи от вины Ты спас меня Ты спас меня И я правда Освободи от вины Благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя Ты спас меня И я правда Освободи от вины Ты спас меня И я правда Освободи от вины Ты спас меня Ты спас меня И я правда Освободи от вины Ты спас меня Ты спас меня Ты спас меня И я правда Освободи от вины Ты спас меня Ты спас меня Ты спас меня Быть в его присутствии Люди 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 не освобожденные От вины Они не могут быть близко К Богу Люди Вы знаете Ты спас меня Ты спас меня Ты спас меня И когда И когда я пел ее И аккомпанировал Дома Я просто рыдал И говорил Бог В твоем присутствии Когда приходишь Ты спас меня Все меняется Моя жизнь Меняется Давайте мы поклонимся Господу этой песне Еще Иисус В присутствии Твоем Мое сердце Наполняет Твой покой И ночью И днем В присутствии Твоем Я все могу Преодолеть И не страшна мне Смерть и сеть Я утешаюсь Лишь Тобой Я знаю Каждый Мгновение Ты Со мной Когда приходишь Ты Сбываются Мечты Штормы Утихают Тебя я снова Прославляю Когда приходишь Ты Сбываются Мечты Меня Ты Исцеляешь Своей Любовью Наполняешь Иисус Иисус В присутствии Твоем Мое сердце Наполняет Твой покой И ночью И днем В присутствии Твое Я все могу Преодолеть И не страшна мне Смерть и сеть Я утешаюсь Слить Тобой Я знаю Каждое Мгновение Ты Со мной Когда приходишь Ты Сбываются Мечты Штормы Утихают Тебя я снова Прославляю Когда приходишь Ты Сбываются Мечты Меня Ты Исцеляешь Своей Любовью Наполняешь Когда приходишь Ты Сбываются Мечты Штормы Утихают Тебя я снова Прославляю Когда приходишь Ты Сбываются Мечты Меня Ты Исцеляешь Своей Любовью Наполняешь И снова Свет Яркий свет На все Вопросы Есть Один Ответ Когда приходишь Ты Тогда Сбываются Мечты И снова Свет Яркий свет На все Вопросы Есть Один Ответ Когда приходишь Ты Тогда Сбываются Мечты Мечты Когда приходишь ты, Сбываются мечты. Штормы утихают, Тебя я снова прославляю. Когда приходишь ты, Сбываются мечты. Меня ты исцеляешь, Своей любовью наполняешь. Когда приходишь ты, Сбываются мечты. Штормы утихают, Тебя я снова прославляю. Когда приходишь ты, Сбываются мечты. Меня ты исцеляешь, Своей любовью наполняешь. Когда приходишь ты, Сбываются мечты. Иисус сказал в Самарянке, наступает время и наступило уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. И сегодня мы имеем великую честь видеть перед Собою тех честных, смиренных, истинных поклонников, которых Бог нашел в себе. И благодаря этим людям, которых Бог нашел в себе, каждый из нас получает великое, огромное благословение. Когда тебе невозможно и не в силах молиться, бери эту песню, молись этой песней, и небо опустится. Это не просто песни, а это голос из святилища. Это песни, святилища, рожденные в интимной близости с Богом. Апостол Павел в другом месте говорит, если мы кого знали по плоти, отныне мы не хотим никого знать. Я хочу в лице моих друзей видеть Божьих служителей, которые в глазах Божьих так цены. Я счастлив от того, что мои глаза видят, от того, что я могу петь эти песни, слушать эти песни. И понимать, что все великое и гениальное, оно рядом. Не надо писать хиты. Пиши благодарность Богу. И тогда эта благодарность станет известной и популярной. Давайте поблагодарим еще раз, Марк. Огромное тебе спасибо. За эту честность. За эту скромность. Но в то же самое время за эту великую глубину. Я помню этот день, когда Марк мне принес этот диск сингл и сказал, послушай. Марк, у него очень правильная позиция. Он мог бы сказать, я знаю это от Бога, поэтому меня не волнуют никакие мнения. Я поставил этот диск в машину. Из первых аккордов меня накрыло. Я в слезах дослушал эту песню. Позвонил и сказал, Марк, эта песня будет долго жить. И я думаю, каждый из вас согласится со мной. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе за то, что ты слышишь Бога. За то, что успеваешь зафиксировать. За эти великие подарки для всего христианского мира. Мы очень благодарны. У нас есть еще один уникальный человек, которого на самом деле Бог подарил нам. Дары Бог раздает для того, чтобы эти дары служили Ему. Дары различны. Но благодаря этому человеку стандарт поклонения, стандарт прославления нового поколения находится на таком серьезном уровне. Бог претендует на профессионализм. Бог претендует на то, что самое совершенное, самое прекрасное принадлежало Господу. Когда я смотрю на этого человека, я думаю, Господи, как много ты вложил в его сердце. Вундеркиндом назвать, язык не поворачивается, но то, что он возлюбленный Богом и призванный для огромной миссии, здесь сомневаться уже не приходится. Человек, который может слышать Господа. Человек, который может эту информацию превратить в шедевр. Сколько прекрасных песен, которые были аранжированы, которые были представлены нам, как великолепное музыкальное блюдо. Сколько прекрасных песен родилось и в его сердце. Сколько раз, когда я проповедовал Слово Божье, и этот истинный гуслист касался струн этой арфы, своего инструмента, я ощущал, что мы двигаемся в одном духе. Вероятно, этот человек относится к тем, к разряду тех музыкантов, которых Давид отделил от прочих для того, чтобы они провещевали, чтобы они были в эпицентре, чтобы они были служителями скини, служители святилища. И этот человек на сцене, он уже перебирает струны, свои арфы. И я хотел выразить огромный респект. Это Павел Мурашов. Хотел бы несколько слов еще сказать, что музыканты вот такого калибра котируются не только на уровнях серьезного шоу-бизнеса нашей европейской музыкальной индустрии. Музыканты такого калибра котируются в Голливуде, а не котируются в Штатах. И очень многие музыканты, которые имеют подобный уровень, они легко перешагивали порог церкви и говорили, я нужен миру. Они были там востребованы. Они, может быть, выступают на больших сценах. Но этот человек, обладая просто невероятными, колоссальными способностями, он сказал, я нужен Иисусу. И я буду поклоняться Богу. Вот за это мне хочется сказать тебе огромное спасибо, дорогой. Мне трудно себе представить служение нового поколения, служение прославления или поклонения без этого. Там в Библии написано Еман и Дифун. Не знаю, вот в этих три чувака они вот в одном этом сосредоточены. И Дифун, и Ман, и Мурашов Пашин. Давайте подарим большие аплодисменты. Давайте послушаем свидетельство, как рождались шедевры, как рождались песни святилища в этом сердце. Будьте внимательны, пожалуйста. Халлелуи. На самом деле, очень много сказано. И пастор сказал про то, что где-то музыканты котируются. Вы знаете, очень приятно, что мы у Бога котируемся в первую очередь. И Бог нас избирает. Я, знаете, вот я сижу здесь, и, конечно, правда, иногда бывает, может быть, меня многие поймут, ты теряешь дар речи, может быть, и нечего тебе сказать бывает. Но, потому что я сегодня смотрю на всех людей, которые на этой сцене, я сегодня смотрю на вас, драгоценные, я понимаю, что... Я часто вообще задавал такой себе вопрос, кто я, Боже, что ты позволяешь мне твою музыку, твои слова, твое сердце воплощать в эти песни. И, знаете, на самом деле, Бог нам даровал огромный дар. И самое ужасное, когда люди присваивают себе эти таланты. Они присваивают себе голоса, они присваивают себе возможность играть на инструментах и способности. И говорят, что это вот, я так много работал, я так много занимался. Это все просто полная ерунда, на самом деле, потому что Бог дает таланты. И я благодарен Богу, что со мной здесь на сцене стоят талантливые люди и люди, которые, на самом деле, одарены Богом. И эти таланты служат Господу Богу. И для меня самая огромная честь, я не могу не сказать об этом, конечно, мы можем говорить и о творчестве, и о песнях, которые рождались именно, может быть, у меня. Но я имею огромную честь и благодарность, и я никогда не перестану об этом говорить, даже когда я возьму Грэмми для Господа. Я скажу обязательно, и сейчас я вам скажу, что есть один очень скромный человек, который вообще позволил нам и открыл нам глаза на великого Бога и на настоящее творчество. И для меня огромная честь однажды было познакомиться, увидеть, услышать нашего драгоценного пастора Алексея. То, что делает этот человек, и какие Бог дал дары ему, это просто невообразимо. И мы все благословены, и, может быть, отниму еще время, я скажу, что только что я вернулся с Украины. И я был в Днепропетровске, это были замечательные дни, и там был концерт, газ, был концерт, опять же, наших братьев и сестер, которые передают огромный привет всем вам, всем вам, музыканты, пастору. И вы знаете, в воскресенье там было такое маленькое служение, небольшое такое, ледовый дворец, или как он, метеорно называется. В принципе, на 7 тысяч, да, он где-то мест. Такое маленькое служение. Церкви новое поколение собрались просто помолиться для одного служения. И этот зал был упакован, и не было ни одного свободного места. Аплодисменты! Вы знаете, может быть, нам кажется, что вот у нас вот здесь немного мы собрались, и больше никого и нету. На самом деле, вы не представляете, меня спрашивали там, ну что ты думаешь, а я просто так вот, а-а-а-а-а. Без, мне не было, нечего было сказать, и там были вокалисты, там были поклонники настоящие на сцене, музыканты. И я вам скажу, хиты на самом деле, они звучат. И там была последняя песня, которая сегодня, кстати, прозвучит обязательно. Это песня Моисея, которая родилась в сердце пастора. И вы можете себе представить, когда 7 тысяч людей, знающих Бога, любящих Бога, поют. Аллилуйя, 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 слава тебе. Это неимоверно, это небеса, я вам скажу. И это потрясающе. И поэтому я очень благодарен Богу, что наша церковь имеет серьезное откровение о восстановлении Скини Давидовой. И спасибо Марку, он убежал, но ты на самом деле драгоценный человек. И я благодарен за каждого, кто пишет музыку, который вкладывает свое время, свое сердце в прославление. И сегодня я бы хотел рассказать об одной песне, всем мы, может быть, известны. Она на самом деле хит, ее многие поют. Вы помните, мы на семинаре как раз говорили о том, что когда священник встретился с Богом, и Бог ему что-то вложил в сердце, он идет к народу или он идет к какому-то человеку. И мы читали, что прежде всего он зовет гуслиста. И гуслист начинает играть. И если этот гуслист только что утер, как говорится, род после обеда, поспал 8 часов днем и вышел, так жирными руками начал играть что-то, то ничего бы не рождалось, и это было бы просто, ну как бы, пусто и никак, одним словом. И, ну так приятно, вы знаете, однажды был такой случай. Я однажды как-то дома молился, это было служение, я уже не помню, воскресенье или среда это было, но я сидел за фортепиано, я прежде всего молился. И родилась такая тема в молитве, на самом деле. Сегодня у нас вечер называется «Рожденное его святилище», и эта тема звучала так. И вы знаете, вы узнали эту песню? Конечно же. И вы знаете, вот это и есть убойная сила, когда священник, встретившись с Богом и получив от него слово. И я помню, как пастор Алексей вышел, и он как раз говорил о святости, и он говорил о том, как Бог великий, как ангелы воспевают и говорят «Свят, свят, свят Господь, Савовов». И вы знаете, это уже был конец проповеди, и я помню эту искру, когда соприкоснулись два таких ядерных заряда, и это была вот эта тема музыкальная. И пастор начал продолжать петь этот стих из Библии, и сегодня давайте вместе мы исполним эту песню. Аминь. Подарите Богу славу за Его великие чудеса. Аминь. Свет, свят, Господь Савов И вся земля полна славы Господней. Свет, свят, Господь Савов Рука Твоя не сократилась сегодня. Свет, свят, Господь Савов И вся земля полна славы Господней. Свет, свят, Господь Савов Рука Твоя не сократилась сегодня. Свет, свят, свят, Господь Савов И вся земля полна славы Господней. Свет, свят, свят, Господь Савов Рука Твоя не сократилась сегодня. Свет, свят, Господь Савов И вся земля полна славы Господней. Свет, свят, Господь Савов Рука Твоя не сократилась сегодня. Свет, свят, Господь Савов Рука Твоя не сократилась сегодня. Ты нас собираешь, как птица птенцов Ты нас защищаешь от наших врагов Твоё сердство пребывает во веки веков Свят, свят, Господь Савов Ты нас собираешь, как птица птенцов Ты нас защищаешь от наших врагов Твоё сердство пребывает во веки веков Свят, Свят Господь сapaус, Свят… Свят Господь сordnung, 18 ล. Господь завалуй всех! Господь завалуй всех! Господь завалуй всех! Господь завалуй всех! Аллалюя! Подари Богу славу, Он свят! И кто здесь вообще благодарен, что начались эти семинары поклонения и прославления? Давайте мы подарим аплодисменты за то, что мы это имеем! И так интересно получается, что сегодня практически и те песни, о которых я вспоминаю, они правда очень перекликаются с тем, что мы уже услышали. И мы совсем недавно слышали, что каждая песня, она должна рождаться из жизни вообще. Высосанные пальцы... Песни высосанные из пальца, они долго не живут, правильно сказано. И на самом деле, вы знаете, меня буквально недавно спросили, я там давал интервью для газеты «Новое поколение» в Украине. И меня спросили, ну как вы относитесь к творчеству в христианском мире, в постсоветском пространстве? И вы знаете, правда, немножко есть тенденция, и я как бы даже и желал, красивая музыка, красивые биты, красивые голоса, но так часто страдает лирика, тексты. И я опять же хочу поблагодарить пастора за то, что пастор Алексей — это самый главный критик и человек, который знает, что такое поэзия, знает, что такое лирика настоящая от Бога. И поэтому он нас этому учит и не позволяет просто кровь-морковь и так далее, и любовь еще. Поэтому я хотел бы сейчас исполнить песню про морковь и кровь. Нет, на самом деле, песня эта родилась тоже из жизни. И есть веселые песни, есть песни, которые рождаются на вершинах гор, когда ты стоишь, ты видишь эти просторы, как все здорово, как все красиво. Бог на твоей стороне, дьявол побежден. Но иногда, вы знаете, с этой горы ты спускаешься в глубокую-глубокую долину, в долину скорбей. И когда совсем недавно в моей жизни произошла очень такая неприятная вещь, можно сказать, трагедия, которую Бог помог пройти, через которую помог Он пройти и не сойти с ума. Потому что этот мир очень жестокий и наша жизнь. Но я благодарен Богу, что через все трудности Он проводит нас и делает нас сильнее. И любая трудность, любое испытание, оно делает нас сильнее человека. И это для того, чтобы мы росли. И следующая песня называется... Нет у нее названия. Она просто звучит так. Я помню, как я возвращался однажды из города просто и... Слезы просто лились градом из моих глаз. И я пришел... Здесь у нас под сценой есть там банкетный зал. Я сел за пиано. И был ужасный осенний такой день. И никого там не было. И только слезы лились градом. Я помню, как фортепиано просто было улито слезами. И рождалась эта тема. И слова, на самом деле... Вы знаете, когда эта песня... Она из сердца. Это крик из сердца. Там ты долго не думаешь над рифмами и текстами. Все льется, как есть. Аллилуйя. 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 Бог мне пройти Долиной скорбей Согревал на пути Любовью своей Мои попли и клик Слышал ты сквозь ветра Глухой мрачный тупик Притворял в небеса Нет никого Кто б так любил Меня как любишь ты Позволь прожить Мне мою жизнь Чтоб мной гордился ты Я не знаю за что Ты меня возлюбил Мое страшное зло Навеки забыл Боже, как мне понять Жертву твоей любви До конца осознать В силу твоей крови Нет никого Нет никого Кто б так любил Меня как любишь ты Позволь прожить Мне мою жизнь Мне мою жизнь Чтоб мной гордился ты Нет никого Кто б так любил Меня как любишь ты Позволь прожить Позволь прожить Мне мою жизнь Чтоб мной гордился ты Чтоб мной гордился ты Аллилуйя Спасибо Аплодисменты Есть такое Божье присутствие Есть такое Божье присутствие Не хочется ничего лишнего говорить Давайте закроем глаза Вырази Благодарность Своему Господу Поблагодари Его за то что Он До сего места тебя вел Пусть в твоем благодарном сердце Рождается хвала Пусть в твоем благодарном сердце Рождается благодарность И слава Если бы не Господь Если бы не Господь Достались бы мы в добычу зубам их Погрязли бы мы в этом болоте И бурные воды прошли бы над головой нашей Но по милости Господа мы не исчезли По милости Господа мы живем И пусть наше сердце никогда не черствеет Пусть наше сердце никогда Не покрывается коростой равнодушия И неблагодарность Дух Святой Пусть наше сердце Пусть наше сердце Каждый Час Каждое мгновение Пульсирует Пусть Твоей благодарностью Мы благодарим Тебя Мы любим Тебя Пусть наше сердце Как Ты благ Чтоб Тебе Чтобы Тебе не было стыдно за наши церкви Пусть наша жизнь не позорит Тебя Пусть наша жизнь прославляет Тебя Аллилуйя Аллилуйя Слава 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 Тебе Огромное спасибо Павел За честность За искренность За эту красоту Простоту и глубину Я думаю ни один человек не остался равнодушным Потому что когда льется с неба Оно человека меняет Поклонение Это продукт нашего жизненного опыта Поклонение это не то что придумано Поклонение это то что выстрадано То что прошло через наши нервы Все что прошло через наш опыт Обычно композиторы Рождая песни Примеряют их на себя Потому что К этому есть все необходимые предпосылки В отличие от других композиторов Когда рождается песня в моем сердце Я даже не всегда знаю Для какого исполнителя рождается эта песня Потому что я не исполнитель Рождается песня просто как благодарность и хвала В моей зрительской и слушательской аудитории Поначалу Бывает только один А на сцене тоже один И когда я Изливаю свою душу моему Господу Он улыбается Потому что он Понимает 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 Нас изнутри Он видит Намного глубже Чем видят люди Он слышит намного глубже Чем Слушат люди Однажды я читал Двадцать девятый псалом Источниками моего вдохновения Источниками моего вдохновения Отчасти являются жизненные обстоятельства Отчасти Глубина Божьих откровений в слове Потому что они перекликаются И когда я прочитал этот стих Ибо на мгновение Гнев его И на всю жизнь благоволение его Вечером Водворяется плач А на утро радость Я прочитал этот стих глубоким вечером Это так гармонировало С тем что Приходилось переживать Плач Потому что гнев Плач Потому что когда ты кричишь А небо молчит И ты понимаешь Что самое великое наказание Молчание С неба Какое наказание Молчание твое Ну скажи хоть что-нибудь Скажи хоть хорошее или плохое Ну не молчи И когда ты Обнаруживаешь В этих стихах Что Когда закончится вечер Наступит ночь И любая ночь Однажды Тоже заканчивается И будет новый день Вечером Водворяется плач Это только половина истины И эти слезы И этот плач Ты забудешь утром Когда благоволение Божие Прикоснется к тебе Так оно и вышло И в тысячный раз Бог подтвердил Что он бодрствует Над словом Своим И мы в этом слове Ищем утешение И так родилась песня Двадцать девятый псалом В то время я уже знал Кто будет исполнять Эту песню Я знал что Эту песню будет исполнять Мой драгоценный Коллега Мой Лучший друг С которым мы уже столько лет вместе Авидиус Когда я уже приготовил Эту песню Я его пригласил Я говорю Послушай Вот сюжет Вот мелодия И когда он взял эту песню Он говорит Все про меня Я говорю Нет Это про меня Почему мы друзья Потому что Наверное есть очень много Чего схожего Я любезно с вашего Позволения Хочу пригласить на сцену Авидиус Аплодия 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 И он вторгся на территорию поклонения. Он знает, что такое святилище. И как тебе пришелся по душе Псалом номер 29. Спасибо Господу, что есть у нас Алексей. Слава тебе, Господь. Спасибо Господу, что есть такие левиты. Такие с самой большой буквы. Вы знаете, я тоже пишу музыку. Но я еще только пишу крестьянскую музыку. Я еще не написал. Я много там хитов навалил на той стороне окопов. А на этой еще очень чисто для меня все. Я должен пережить так, аналогически, как я приехал в библейскую школу умным ерлом. Я был на середине здесь, в первом ряду, приглашен сесть. Так я и почувствовал, что я еще ничего не знаю. Так как я много пел, по миру ездил по разным странам. Я знал много звезд. Я с ним общался. Так как я таким орлом певцом пришел, прилетел на крестьянскую сцену. Я заметил, что я петь не умею. Это говорю серьезно перед Богом. Когда первый раз я спел про Алексея и про себя с оркестром, с хором, с прекрасными прославителями. Я помню только начало этой песни 29-го Псалома. и почувствовал себя на сцене, когда песня кончилась. Где я побывал во время песни, я сам не знаю. Знает Бог. Я не мог владеть собою. Я помню вступление, первый куплет, и я улетел. Я повторил не на том месте, где надо было. Я помню тогда, спасибо Павелу, он сразу меня поймал, что я уже лечу. Он врубился, все профессионалы врубились. Потому что они профессионалы от Бога. Со своим слухом и своим даром. А профессионалы на симфоническом оркестре, они играли по нотам. И меня упустили они просто. Они играли дальше. Ребята помогают мне, чтобы я вообще не улетел куда-то. Оркестр стабильный. Это Господь тебе. И просто я сначала не мог врубиться. Почему так? Я, ну, как бы знаю, что такое сцена. Но у меня, я говорю, помню только вступление, первый куплет, мурашки здесь. Потом последнее. Это хит-хитов. Все хиты у Алексея. Потому что пишет Господь. И он только через Алексея приходит к вам. Все хиты. Этот человек Никитов писать, наверное, и не смог бы. Потому что... Потому что он Алексей Ледяев. Аллилуйя. Мне, как бы, такой дар Божий. Ну, просто... Вы знаете, хорошо здесь сказано. В жизни не будет второго шанса сделать первое впечатление. И опять мне, вот, просто, как бы, эту песню предложили спеть. Аллилуйя. Я помню, приехал на репетицию, я стал петь. У меня свои крылочки. Опять почувствовало, чтоб не улетел. Говорю, сейчас буду стабильным. Смотрю, ребята стали играть, сидя. Потом, смотрю, встали. Думаю, я сейчас все взлетим. Тогда уже... После репетиции я, конечно, поблагодарил всем Алексею. Я просто быстро ушел с цирка и поехал домой. Я учился, я знаю дорогу в церковь, в Литву, обратно. Я смотрю, что еду вообще не ту сторону. Ну, вам смешно, а я плакал тогда. Я смотрю, в Юрмалу еду уже, недалеко Юрмала. Куда я еду вообще? И вы знаете, я принял право, я встал, я плакал. Я просто плакал с радостью. Я был настолько тронут, как сегодня, как слышал исполнение Павла, последнюю песню. Для меня такие божьи удары, для меня очень дорогие. И только когда я просто отлил свою эту радость, я тогда врубился, где я, сколько время, и где моя Родина. То есть, вы знаете, когда поешь Господу, это неописуемое. Это и радость, и горе. После пасмурта Ветерных дней, без любимых друзей, вечерами водворяется плачь. Ветер хлещет в окно, в доме темно, снова полоса неудач. Как пророк Даниил, я вчера говорил, я не поколеблюсь вовек. Видно, я поспешил, снова я согрешил, уставший от себя человек. Эхо кричало, небо молчало. Господь от меня, от меня сокрыл лицо свое. Эхо кричало, небо молчало. О, Боже, какое наказание, молчание твое. Где же ты, Господь, в ночи дающий песню? Где же ты, Господь? Печаль моя, исчезни. Где же ты, Господь? Где же Дух Святой? Ибо на мгновенье гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ночь вступила в права, снова ночь так права. Лучше бы заснуть крепким сном. Город мог подождем, стрелки гнуть вчетерем. Жизнь перевернулась вверх дном. Если я на весах, легче, чем прах, и отвержен в твоих глазах. Как заноза в мозгах, лихорадочный страх. Без тебя жизнь моя терпит крак. Эхо кричало, небо молчало. Господь от меня, от меня сокрыл лицо свое. Эхо кричало, небо молчало. О, Боже, какое наказание, молчание твое. Где же ты, Господь, в ночи дающий песню? Где же ты, Господь, дающий сердцу покой? Где же ты, Господь, в печаль моя исчезни? Где же ты, Господь, в ночи дающий песню? Где же ты, Господь, дающий сердцу покой? Где же ты, Господь, в печаль моей исчезни? Где же ты, Господь, где же Дух Святой? Ибо на мгновенье гнев Его, И на всю жизнь благоволение Его. Ибо на мгновенье гнев Его, И на всю жизнь благоволение Его. И на всю жизнь благоволение Его. И на всю жизнь благоволение Его. Я молился прости, после пяти нам новее, Я впал в забытье. Чьи-то сильные руки облегчили му, Сняли мрачное бремя мое. В эту ночь я познал, как Спаситель страдал, Прощение и любви идеал. Где-то прежел Восток, но у Божьих ног Я забыл, что был одинок. Ночь миновала, судьба воскресала, Господь исцелил, разбитое сердце мое. Ночь миновала, судьба воскресала, Ночь миновала, судьба воскресала, О, Боже, это счастье, благоволение Твое. Ночь миновала, судьба воскресала, Ночь миновала, судьба воскресала, Господь исцелил, разбитое сердце мое. Ночь миновала, судьба воскресала, О, Боже, это счастье, благоволение Твое. Ибо на мгновение гнев Его, Ибо на мгновение гнев Его, И на всю жизнь благоволение Его. И на всю жизнь благоволение Его. О Котором еще заговорят, как о самом помазанном поклоннике. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Итак, друзья, следующая песня, которую мы хотим представить. Может, она еще не есть хит, но думаю, что это то, что касается глубин нашего сердца. Совершенно недавно эта песня родилась. В одном месте написано, касающиеся вас, касаются зеницы ока моего. Это Бог сказал. И когда человек берет это обетование и молится на основании этого слова. И такими словами, храни меня, как зеницу ока, в тени твоих крыл укрой меня, храни меня от беды жестокой, не покидай на рассвете дня. Это родилось ночью. Бог разбудил где-то около трех или четырех часов ночи. Я помню этот момент. Ноги пошли к моей арфе. Я открыл инструмент. И этот опыт настолько похож. То, о чем говорил Марк. То, о чем говорил Павел. Вы знаете, судьба поклонников, она настолько одинаковая. Господь влек к себе. И блажен человек, который не сопротивляется. Который идет туда, куда влечет Господь. И когда мы делаем то, что Бог поручает нам. Пусть это будет глубокая ночь. Пусть это будет суета, из которой хочет Бог тебя вытащить. Но эти мгновения невозможно ничем заменить. Это святое вдохновение. Это когда ты слышишь духовный мир. Это когда рождаются поэмы. Это когда рождаются мелодии. И все, что рождается от Бога, оно потом становится основанием для нашей победы. Итак, храни меня, как зеницу ока. И все, что рождается от Бога, оно потом становится основанием для нашей победы. И все, что рождается от Бога, оно потом становится основанием для нашей победы. Ведь посмотрите на思tedanus Jacques. Укрой меня, как з哪ии мира. Храни меня от беды жестокой. Не покидай на рассвете дня, на рассвете дня. А-а-а, куда бы ни жёл я, А-а-а, ты всюду со мной, А-а-а, защита от зной, А-а-а, над моей головой. А-а-а, куда бы ни жёл я, А-а-а, ты всюду со мной, А-а-а, защита от зной, А-а-а, над моей головой. Беда согнула до земли, не скрою, Друзья мои, оставили меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Беда согнула до земли, не скрою, Друзья мои, оставили меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил меня. К Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил тебя. Смертельный страх и никого со мною, Но Бог пришёл и укрепил тебя. Да, с вечной любовью Да, я возлюбил тебя Судьбу, победу вместо плача Тебе принадлежит мой каждый вздох Стою на том и не могу иначе Так пусть же всем нам да поможет Бог Ты дал судьбу, победу вместо плача Тебе принадлежит мой каждый вздох Стою на том и не могу иначе Так пусть же всем нам да поможет Бог Храни меня Пусть для кого-то из нас и эта песня будет молитвой Каждая песня хвалы Это молитва, молитва благодарности Нашему Господу И в заключение нашей программы Я хотел представить Эту песню, которую мы обозначили как Песнь Моисея На острове Патмос В условиях ужасного, изнурительного труда Потому что там были каменоломни И именно на этих каменоломнях Работал великий Божий служитель Сосланный на этот остров Ян Я не знаю в каких перерывах Ему удавалось Встречаться с Богом Но он встретился там И Бог ему так много открыл И одна из картин, которую он видел в будущем Он увидел сцену Которую Бог приготовил Для всех победителей Эта сцена не для всех Эта сцена была приготовлена Богом Для победителей всех эпох И поколений И он пишет Я увидел море Стеклянное Как бы смешанное с огнем Это была великолепная Огромная, грандиозная сцена Со всеми наворотами Оно бурлило изнутри Оно как будто Кипело Горело Но это было стеклянное море Там был великолепный свет Ян увидел на этой сцене Тех Кто победили зверя Тех, кто победили антихриста Он увидел тех Кто победил грех Он увидел победителей Ветхого завета Потому что это была песня Моисея Моисей, который возглавлял Героев Ветхого завета И эта же песня Была песней Агнца Который возглавлял Армию победителей Нового завета Иоанн увидел Эту огромную сцену Он увидел победителей Которые в руках держали Гусли Божьи И они исполняли Этот гимн Триумфа Это был Триумфальный гимн Кто не убоится Тебя, Господи И не прославит Тебя Божий Вседержитель Все творение Славит и поклоняется Тебе Божий Вседержитель Тебе принадлежит Небо и земля Все народы придут И поклонятся Перед Тобой Когда я попытался Заглянуть Вот За кулисы Этой сцены У меня была Одна мечта В сердце Родилась молитва Господь Пусть на этом На этой Престижной сцене Которую Ты Приготовил Для победителей Найдется Небольшое место И для меня Я тоже хочу Быть частью Этого великого Исполнения Писание говорит Побеждающий Наследует все Родилась эта песня Песня как Заявка Богу Песня как Мечта Бог Я хочу Так же быть В числе Победителей Я тоже хочу Стоять На стеклянном море Я тоже хочу Держать в руках Божьи гусли И петь Песнь Агнца И Моисея Аллилуйя Песня как Моисея Моисея Песня как Песня как Моисея Аллилуйя, 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 слава Тебе! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе! Аллилуйя, 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 Слава Тебе. Аллилуйя, 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 Слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе. Кто не убоится и не прославит Тебя? Боже, Вседержитель Твое небо и Твоя земля. Кто не убоится и не прославит Тебя? Боже, Вседержитель Твое небо и не прославит Тебя. Аллилуйя, 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 Слава Тебе. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе. Вчера не упориться и не прославит Тебя. Боже, Вседержитель Твое небо и Твоя земля. Кто не упориться и не прославит Тебя. Боже, Вседержитель Сотворения прославляет Тебя. Кто не упориться и не прославит Тебя. Боже, Вседержитель Твое небо и Твоя земля. Кто не упориться и не прославит Тебя. Боже, Вседержитель Сотворения прославляет Тебя. Он не стеляет меня, Он утешает меня, Чтоб не скудела вера моя, Он зажигает в сердце пламень огня. 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 Аллилуйя, 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 Слава Тебе. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе. Аллилуйя, 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 Слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе. Аллилуйя, 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 Аллилуйя, Слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе. Кто не убоится и прознавит Тебя, Боже, снижи Твое небо и Твоя земля. Кто не убоится и прознавит Тебя, Боже, снижи Твое небо и Твоя земля. АлиЛУЯ! АПЛОДИСМЕНТЫ! Аллилуйя! Каждому музыканту, вокалисту, кто здесь, аплодисменты, пока я буду говорить, это Оскар Спрогис, это Марк Яковлев, это Павел Мурашов, это люди, авторы песен, у которых мы были свидетелями, а также наш любимый пастор Алексей Ледяев. И специально из Литвы приехал гость и лучший друг Алексея, обидел Светшняускас. Спасибо! Он приехал за своей прекрасной женой, у них тут еще друзья. Спасибо, спасибо! Знаете, друзья, это все не закончится. Аплодисменты, аплодисменты! Потому что эта школа проставления, она будет выпущена на всех форматах, которые вы можете только представить. Видео, DVD, аудио и так далее. Поэтому вы еще раз можете пропитаться тем, что слышали. И я уверена, что после этого вечера здесь были те люди в зале, кто смотрел, кого сегодня, не знаю, Бог или в машине накроет, или ночью Он посетит вас. И вы напишите, возможно, хиты в будущем, но вы бы пишете песни от сердца, как сказал Марк. Мне так это понравилось. Какой прекрасный вечер. И знаете, что это всего лишь четвертый семинар прославления. Поэтому кто еще не присутствовал, я думаю, что это причина. Огромное спасибо! Халлелуя! Это должны были видеть ледовый дворец, увидишь. Халлелуя! Еще раз спасибо каждому, кто пришел. Ребят, прошел только месяц. Время летит. Целый месяц у нас происходили семинары. И впереди у нас еще один месяц. Знаете, что этот вечер мы запланировали где-то за семь дней. То есть это было спонтанно и внезапно. Поэтому, дорогие, кто здесь находится, кто нас смотрит, ждите хороших, непредсказуемых вещей. Не прекращайте приходить, не прекращайте смотреть. После окончания семинаров ждите нашей продукции, следите. Мы выпустим, чтобы это дошло до вас, до ваших друзей, до всего мира. Огромного вам благословения! Божьего мира! И до следующего понедельника в 19.00. С миром Божьим! Субтитры подогнал «Симон»!